Музыка Обзор в мастерской канала Good Magic Магия Дерева Здесь шкаф с принадлежностями, с оборудованием, различными станетсками Здесь мы также храним материал Это наша гардеробная, тут мы храним вещи Здесь у нас установлен ресницы станок Бельмаша Перейдем дальше У нас такой вот маленький драйон станочек, тоже от компании фирмы Бельмаш Это наша старая циркулярная пила, мы его усовершенствовали В первую очередь мы ее отделали Сделали для нее корпус Сделали ящик для мусора У нас самодельная каретка, мебельные направляющие И получается фанера Наша самодельная каретка предназначена для распила дерева под углом С помощью этой планки регулируем угол Выкручиваем шурупы, ставим под нужным углом Ну и закручиваем Сейчас я продемонстрирую, как приблизительно напиливаю древесину на сегменты Ну или вообще просто под углом С помощью этого устройства мы можем напиливать дерево, древесину под разным углом Дерево в мастерской у нас стоит не зря Можно просто подкачаться или что-то придавить На этом шрифуальном точильном станке мы затачиваем листы Следующий станок это токарный станок по металлу ТВ-4 Очень долгое время его устанавливали, восстановили Теперь он прекрасно функционирует Сделали два самодельных листа для обработки дерева Следующий станок токарный станок СТД-120 На нем я работаю уже более двух лет Обрабатываю различные заготовки из дерева Можно изготовить планшайбу из дерева Приклеить на нее наждачу И у нас получится шрифовальный станок Первое время, когда у нас не было шлифовального станка Мы делали так У нас был, можно сказать, самодельный шлифовальный станок Планшайба На нее была наклеена наждачка Стояла небольшая подставка И мы обрабатывали детальки и сегменты под разным углом Для этого станка мы изготовили самодельный элемент Получается, она закрепляется Когда, допустим, если обрабатывать большую вазу, она же длинная Она закрепляется тут на планшайбе И можно еще тут закрепить Получается, у нас колечки будут вращаться И ваза тут, как можно сказать, прижмется И она у нас не вылетит Можно именно это передвигать спокойно Чтобы не затрачивать много времени на обработку деталей Мы с учительностью изготовили шлифовальный барабанный станок К нему подсоединен вентилятор Перед тем, как начать работу Получается включаем вентиляцию Потом уже можно спокойно обрабатывать И так тем самым у нас будет меньше пыли Этот станок идеально подойдет для обработки вазы Это дно, вы видите, обработано уже на наждачном барабанном станке А это еще нет Время от времени мы заменяем старую наждачку Таким образом мы шлифуем детали Эти трубы стоят на сердце у нас не просто так Они служат для вентиляции При работе на токарном или наждачном барабанном станке У нас вентиляция всасывает мелкие частицы пыли И также различные мелкие частицы Эти трубы у нас идут вот сюда Они вмонтированы в стол Под столом у нас находится насос Через эти трубы у нас идет воздух с мусором Там у нас стоят фильтры Фильтры, получается, останавливают весь мусор И отсюда у нас будет уходит чистый воздух Можно приделать еще к этой трубе еще одну трубу и вывести на форточку Получается, если мы будем что-то полить или выпустим Работать с различными средствами, например, как аммиак Весь этот грязный воздух будет выходить через форточку на улицу Продолжение следует... Ну вот, это был наш краткий обзор на нашу мастерскую Продолжение следует... Продолжение следует...